Приветствую всех! Сегодня мы поговорим об истории карт. В этой серии видео я расскажу о том, какие истории скрыты в вашей колоде. Я очень рад и благодарен, что вам нравятся видео, посвященные древним богам. Поэтому вот вам очередная часть. Когда древние боги прибыли на Азерот, ядовитые испарения, исходившие от их громадных тел, породили две новые расы. Акиры стали породителями многих насекомоподобных народов Азерота, а Энраки стали впоследствии известны как Безликие. Две эти расы выстроили для своих хозяев огромные крепости и образовали Черную Империю, в которой крупнейшие владения принадлежали самому могущественному из древних богов – Ишараджу. Объявив войну богам, титаны сами не участвовали в битвах, они были слишком велики и боялись навредить ценной субстанции, таящейся в недрах Азерота, и поэтому собрали армию. Ишарадж был первым богом, против которого выступили создания титанов. Одним лишь своим ревом он сокрушил тела слуг титанов. Увидев, что Ишарадж в одиночку уничтожил целую армию, предводитель титанов Амантул сам вступил в бой. Его длань обрушилась с небес и схватила отвратительное тело Ишараджа. Выдрав чудовище из земли, титан разорвал его на куски, но щупальцы бога проникли глубоко в недра Азерота, и поверхность планеты исказила жуткая рана. Ужаснувшись, титаны решили заточить древних богов в темницах, чтобы избежать гибели Азерота. Несмотря на гибель бога, останки Ишараджа принесли еще много беджителям Азерота. После смерти Ишараджа куски его тела упали с небес, став проклятием земель, впоследствии названных Пандарий. Именно из них появились на свет Ша, питающиеся отрицательными эмоциями. Слуги титанов собрали найденные останки Ишараджа и скрыли их под землей. Десять тысяч лет назад, говорящий с водой Цзынь Юй, рассказал императору пандаренов Шао Хао о катастрофе, которая приведет в этот мир пылающий легион и расколет континент Азерота. Чтобы спасти свою страну, император должен был очистить себя от дурных эмоций и сразиться с первичными Ша. Сомнения, отчаяния, страха, гнева, ненависти и жесткости. Одолев Ша, Шао Хао стал одним целым со своей землей и окутал империю густым туманом, чтобы защитить ее от грядущих невзгод. В течение тысячелетий пандарены держали Ша в заточении, контролируя свои эмоции. Это длилось до тех пор, пока туман не рассеялся, и Альянс с Ордой не принесли на остров войну, позволив Ша вырваться на свободу. Обстановка накалилась до предела как раз тогда, когда тщеславный вождь Орды Горош Адский Крик нашел сердце Ишараджа. Погрузив свою находку в воды вечноцветущего дола, Горош вновь вдохнул жизнь в сердце древнего бога. Шепот бога довел вождя до безумия. Он зашел слишком далеко. Объединенные силы Альянса и Орды выступили против Гороша и, победив его, покончили с влиянием Ишараджа. Вот и подходит к концу очередной краткий обзор истории древних богов, величайшим из которых был Ишарадж. Другие видео истории карт и не только можно найти на канале Сикс Геймерс. Ну а это видео для вас озвучил Феномен. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем удачи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok